Достигай Израиль и весь мир Брухим Хабаим, Шем Яшуа Добро пожаловать в свое имя Господа на этот выпуск передачи «Узнавай еврейского Иисуса» Синтия, моя драгоценная, я так рад быть с тобой Сегодня мы начинаем цикл о песне Анны Ты знаешь историю Анны Знаешь, милая, ты напоминаешь мне об Анне Она была женой Божьей, женщиной простой веры Милая, именно это ты воплощаешь для меня Я благодарен Богу за то благословение, которое Он принес в жизни многих Да, аминь Мне приятно слышать это Желание моего сердца совпадает с желанием сердца Анны Просто жить и двигаться в молитве и общении с Господом Мы видим это в жизни Анны Она изливала свою жизнь Богу Это касалось его сердца, и он отвечал ей И мне очень нравится это Анна – настоящий пример для подражания Я считаю, что сегодняшнее учение поможет нам понять нечто важное Анна столкнулась с проблемой в жизни Она не могла зачать Ей было тяжело Но это не отдалило ее от Бога А приблизило к Нему И в итоге она получила в нем ответ на свою нужду Возлюбленная Я верю, что вы ободритесь благодаря сегодняшнему выпуску Шалому враха, мира и благословений вам Я начинаю сегодня новый цикл, который назвал песнь Анны Отче, мы приглашаем Тебя, чтобы Ты наполнил Твой народ Духом Святым Проникая в наши сердца, как обоюдоострый меч, неся перемены, преображая нас в образ Сына Твоего, Мессии Иешуа, Христа Иисуса Возлюбленные, сегодня мы будем рассматривать первую книгу царств Мы начинаем цикл «Песня Анны» Некоторые из вас знают историю жизни Анны Анна была еврейкой Она не могла зачать Однажды она пошла в храм и начала плакать И когда она горько плакала перед Господом То молилась от всего сердца Ее губы двигались Но звуков не было, потому что она молилась в сердце Священник, который был тогда Ильей Увидел ее и решил, что она пьяна Потому что она делала так Он подумал, что она напилась и обратился к ней Он сказал, что ты делаешь в храме пьяная А она сказала, я не пьяная Я обращаюсь к Богу в сердце, потому что Господь закрыл мою утробу Но я не могу зачать Священника Илья тронула ее смирение и просьбы И поэтому он благословил ее И вскоре после этого у нее родился ребенок И во второй главе первой книги царств мы читаем о том, что Анна Принесла своего ребенка, которого зачала сверхъестественным образом И назвала его Самуилом Он стал великим пророком Самуилом Она прославляла Господа в храме тем, что мы называем песней Анны Это были важные моменты, которые вы должны были узнать, чтобы принять сегодняшний выпуск Теперь я хочу перейти к ее песне, которая начинается в первом стихе Мы окунемся в глубины откровения в ее песне Трава сохнет и цветы вянут, но Слово Господне, да будет благословенно имя Его, пребывает вовеки Послушайте Слово Божие И молилась Анна и говорила Возрадовалось сердце мое в Господе Вознесся рог мой в Яхве Это еврейские буквы Ютхей Вавхей Которые переводятся как Господь с большой буквы Я много раз говорил, что когда в переводе стоит Господь с большой буквы То это личное имя Бога, которое Он открыл Моисею Большинство богословов считают, что это слово произносится с придыханием Яхве Оно переводится как Господь с большой буквы Она прославляет Отца Его личным именем в Завете, которое впервые открылось Моисею И которое авторы Библии использовали семь тысяч раз Я знаю, что сегодня многим некомфортно обращаться к Богу по Его личному имени в Завете Я понимаю это Мы можем использовать Его имя без почтения Оно может превратиться для нас в нечто обычное Поступая так, мы оскверняем Его имя Но мы также должны понимать, что авторы еврейской Библии обращались к Господу по Его имени в Завете Яхве Около семи тысяч раз И это записано для нас в Писании Она призвала Господа по Его имени в Завете И сказала «Широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем, возлюбленные» Давайте вернемся немного назад, чтобы понять сердце Анны Когда она не могла зачать, то приняла это как часть Божьего плана на свою жизнь Если вернуться к первой главе, то мы читаем в шестом стихе такие слова «Господь заключил чрево ее» «У мужа Анны было две жены, муж любил Анну, но она не могла зачать» Автор этого стиха говорит, что Господь закрыл ее утробу Мы видим концепцию Божьей суверенности, которая явно показывается в еврейской Библии Например, в книге Иова, когда тот столкнулся с трагедией, то сказал «Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно» Мы видим это в жизни Навуходоносора Этот человек понял, после того, как Господь забрал у него рассудок, что он не хотел смиряться А после того, как Навуходоносор усвоил этот урок, проведя несколько лет в безумном состоянии, Господь восстановил его полностью Именно тогда Навуходоносор сказал «Есть лишь один Бог, Он Господь как на небе, так и на земле И делает то, что хочет с небесами и жителями земли И никто не может остановить его» Возлюбленные, я пытаюсь показать вам нечто важное Мы видим в Библии, как жили люди в древнем Израиле Мы видим, как они думали Они понимали, что хорошее и плохое приходило от Господа Не понимая суверенности Божией, мы не можем понять господство Божие Мы думаем, что хорошее приходит от Бога, а плохое от дьявола И они никогда не соприкасаются Но если посмотреть на жизнь Иова, то мы видим, что сатане пришлось прийти к Господу Чтобы получить разрешение на искушение Иова Иов понимал, что все, что происходит в его жизни, в итоге, можно отследить к самому Богу Я понимаю, что это трудно принять Я хочу смиренно сказать, что у меня нет всех ответов на все вопросы Я знаю, что есть много сложных вопросов, которые могли бы задать люди, и на которые у меня нет ответов Но, возлюбленные, давайте не позволять тому, что мы не понимаем, удерживать нас от того, что мы понимаем Я пытаюсь донести до вас простую мысль о том, что Бог суверенен Евреи, как показывается в Ветхом Завете или в Танахе, понимали, что в мире есть лишь один Бог, который управляет Вселенной И когда происходило что-то плохое, они не приписывали это дьяволу, словно в этом не было Божьей руки Они всегда связывали происходящее с Богом И поэтому мы видим в Еврейской Библии, что многие плохие вещи происходят из-за того, что Бог суверенен Например, как насчет потопа Бог уничтожил весь мир, спасший лишь мной и его семью А все потому, что земля была наполнена злом Сам Бог хотел очистить и начать все заново Кто был ответственен за потоп? Бог был ответственен за потоп Но в современной церковной теологии часто Бог не может быть ответственным за нечто плохое Но если мы будем честными и посмотрим на Еврейскую Библию Которая, как говорит Павел, была написана не только для Израиля, но и для нас, для Экклесии То есть для церкви То мы увидим, что многие плохие вещи напрямую связаны с Божьей суверенностью Когда я говорю о плохих вещах, то не утверждаю, что в Боге есть зло Я говорю о вещах, которые с временной точки зрения кажутся таковыми Мы видим, как Божий суд приходит на землю Если мы будем воспринимать его лишь в контексте настоящего времени То он будет казаться нам злом Например, если бы мы жили во времена потопа, то считали бы его злом Но, по сути, он не был злом, потому что у Бога была высшая перспектива, кроме сиюминутной Мы видим то же самое в случае Содома и Гамоля Что тогда случилось? Бог уничтожил эти города Кто уничтожил их? Это сделал Бог Но если сегодня город переживает катаклизма То Боже упаси, чтобы какой-нибудь проповедник сказал Что Господь может быть как-то связан с этим Боже упаси Если муж или жена Божья скажут, что это был суд от Господа Я не говорю, что в какой-то конкретной ситуации мы видели суд Божий Но если мы будем честными с собой и посмотрим на еврейскую Библию То увидим, что Бог судил некоторые народы и города Это были прямые последствия Божьего суда Как все это применимо к нашему тексту К сегодняшнему тексту про Анну Анна не только радовалась в Господе, когда зачала Это была главная тема ее песни Но когда она не могла зачать, она также обратилась к Господу Мы читали в первой главе, шестом стихе, что Господь закрыл ее утробу Я понимаю, что это непростые слова Мы видим много боли и страданий И люди могут сказать мне так Равин, вы утверждаете, что Господь сделал это Что Господь закрыл мою утробу Я ничего не утверждаю о конкретном городе, человеке или обстоятельствах Я просто показываю вам очень широкую богословскую перспективу Которая открывается в Ветхом и в Новом Завете Мы должны учитывать ее, когда смотрим на жизнь в целом Есть лишь один Бог, и все от Него, через Него и к Нему Итак, напоминаю, сегодня мы рассматриваем первую книгу царств Мы начинаем цикл «Песнь Анны» Вы знаете эту историю, и после перерыва мы продолжим Здесь, в этом районе, 93% жителей верят в колдовство И лишь 8% поклоняются истинному Богу Многие здесь говорят об Иисусе Но если подойти к ним и спросить про Иисуса Они не смогут объяснить ничего, во что конкретно они верят Они говорят, что знают Иисуса Говорят, что любят Иисуса Но на самом деле они даже не понимают, о чем они вообще говорят Когда мы занимались личной евангелизацией, ходя по селу То подошли к одной семье, и эта семья попросила нас помолиться Там была одна девочка-подросток, на которой была футболка С изображением злого человека с ножом в голове этого человека и кровью Я объяснил ей, что покаяться Значит, отвергнуть подобные вещи И не связывать себя со злом Иисус, яви любовь к своей дочери Отче, ты избрал ее от основания мира Бог Отец, я хочу поблагодарить тебя за то, что происходит сегодня Бог Отец, она отдает свою жизнь тебе Боже, Отец, я благодарю тебя сегодня И провозглашаю по слову твоему, что она – дитя Божие Прежде чем продолжить, я хочу обратить внимание на момент, который мы часто упускаем Опять же, это связано с жизнью Анны Независимо от того, что происходило в жизни Анны Она понимала, что это было от Господа В то время как многие христиане сегодня Я не говорю, что они неверующие Просто эта теология слаба и неполноценна Они не воспринимают Бога глазами еврейской Библии Они смотрят лишь на Новый Завет и видят часть Откровения Божьего Они не видят всего Откровения Божьего, которому учил Иисус Он сказал в Евангелии от Матфея, 13 главе Всякий книжник, человек, знающий еврейскую Библию Всякий книжник, ставший Моим учеником, подобен хозяину Который выносит из сокровищницы свои новое и старое Иными словами, Иисус сказал Если кто-то знает еврейскую Библию и Новый Завет То может найти глубокие и богатые откровения И старого, и нового К сожалению, сегодня многие люди, любящие Иисуса Не понимают и не хотят вставлять еврейскую Библию В свое восприятие Бога А она принимала от Бога не только хорошее Когда в ее жизни происходило нечто болезненное Она также смиренно подчинялась Господу Она понимала, что Господь закрыл ее утробу Например, у меня нет сыновей, но есть две дочери Мне кажется, что Бог понимал, что в ранние годы Я не смог бы справиться с сыновьями Возможно, я не был достаточно зрелым, чтобы справиться с их энергией Он защитил меня, дав двух прекрасных дочерей Мы должны понимать, что все, что происходит в нашей жизни От Господа Иногда то, что мы считаем плохим или сложным На самом деле несет в себе высший смысл И когда мы отдаем все Ему, Он делает так, чтобы все это было во благо Он делает это для того, чтобы мы преображались в Его образ Прежде чем продолжить с этого основания песни Анны Я хочу, чтобы мы осознали тот факт, что Анна смотрела на все через призму Господа Когда ее утроба была закрыта, она связывала это с Богом И когда она смогла зачать, она также прославляла за это Бога Она понимала, что есть лишь один Бог И хоть мы знаем, что в мире есть сатана, который сеет зло Мы также понимаем, что Бог суверенен Мы видим в книге Иова, что когда сатана принес мучения в жизнь последнего Он сначала получил на это разрешение у Бога Есть лишь один Бог Господь сказал во Второзаконии, в 4 главе, что Он Бог на небе и на земле Я хочу, чтобы вы это услышали Это тяжело, но сегодня многие верующие не понимают, каков Бог и как Он действует Они не готовы принять реальность Божьего суда Понимаете? Суд — это часть моральных атрибутов Божьих Иными словами, если Бог не будет судить грех, не будет судить зло, как же нам уважать Его? Это будет означать, что Ему чего-то не хватает Поскольку Бог свят, необходимо, чтобы Он судил за грех и зло, чтобы Бог мог удовлетворить Свою святость Мы должны понимать, что иногда суд может быть лучшим подарком Бога для нас Я знаю многих людей, которые не верили в Бога, пока не столкнулись с Божьим судом в своей жизни Они жили в мире, не хотели каяться Бог пытался стучать в их сердца, но не смог привлечь их внимания Они не реагировали на Его тихий голос И что тогда сделал Бог? Он принес суд в их жизнь Это был строгий суд против их образа жизни, их греха Эти люди оказались в больнице, оказались прикованы к кровати В их жизни случилась какая-то катастрофа И лишь когда они столкнулись с судом, они смогли оставить свое упрямство и открыть свои сердца для Господа Во Второзаконии, 4 главе, мы читаем об Израиле Писание говорит, что в последние дни, когда Израиль окажется в стесненных обстоятельствах, они придут в себя и обратятся к Господу Что же заставит Израиль вернуться к Господу? Стесненные обстоятельства Божий суд Послушайте, это Второзаконие, 4 глава, 30 стих Это сказано об Израиле Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет себя, а что именно постигнет? Суд В последние времена, то обратишься к Господу, Богу Твоему, и послушаешь голоса Его Бог использует все во славу Свою Он готовил Анну ради тех целей, которые были у Него даже тогда, когда ее утроба была закрыта А когда настало нужное время, Он открыл ее утробу и родил через нее одного из величайших пророков, Самуила Я хочу ободрить вас, возлюбленные Станьте сегодня со Мною на колени и покайтесь Признайте, что есть всего лишь один Бог Бог не борется с дьяволом Бог суверенен Он Господь, как на небе, так и на земле И независимо от того, что происходит в нашей жизни Мы должны сказать «Боже, какова же Твоя цель во всем этом? Что мне делать в ответ на происходящее? Помоги мне понять, через что я прохожу и почему? Бог Отец, есть лишь один Господь И как сказано в послании к римлянам «Все от Тебя, через Тебя и к Тебе» Бог — высшая реальность Он — основание всего Он — жизнь Которая не была создана Иисус учил нас, чтобы мы не боялись людей Способных убить тело Но боялись Господа Который может уничтожить душу и тело в аду Нам нужен ум Христов Когда он стоял перед Пилатом Тот сказал ему «Разве ты не знаешь, что у меня есть власть?» Чтобы распять тебя А Иешуа ответил ему «У тебя не было бы власти надо мной Если бы она не была дана тебе свыше» Когда мы начинаем жить как Анна Когда у нас появляется разум Христов И мы осознаем, что есть лишь один суверенный Бог Когда мы не склоняемся перед страхом и сатаной А воздаем честь и славу Богу, создавшему свет из тьмы Как сказано в книге Исаии Мы становимся на путь, который ведет к жизни Кто этот путь? Царь Иисус Мессия Иешуа Давайте будем подобны Ему, возлюбленные Мы не должны бояться никого, кроме Бога Мы должны строить все на основании того, что Бог – источник всего Я на Масличной горе Завершим передачу благословениям Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его И тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их Я ва-ре-хе-я-ве-вай-иш-мар-еха Я эр-я-ве-пенав-е-ле-ха Ви-ху-не-ха Я эр-я-ве-пенав-е-ле-ха Ви-ас-эм-ле-ха Шалом Пусть Бог Отец, Я эхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит Пусть Господь презрит лицом своим на вас и будет милостив к вам Добротит Господь лицо свое на вас И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле То, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного Позвольте нам молиться о вас Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы Или пишите на наш почтовый адрес Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности Когда вы получите ответ от Бога Или если Бог коснулся вас через наше служение Вы шлите нам свое свидетельство Мы хотим радоваться вместе с вами Ваше свидетельство вдохновить других Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего В следующий раз на передаче узнавая еврейского Иисуса Равин будет учить о том, что Бог не соперничает с дьяволом Узнайте о том, как Бог контролирует все Возлюбленные, хочу попросить вас стать партнером служения, узнавая еврейского Иисуса Иоанн говорит нам в третьем послании, первой главе, восьмом стихе, что церковь должна поддерживать людей, которые верно провозглашают истину Божьего Слова Если вы регулярно смотрите нас, то знаете, что я всегда верен Божьему Слову Я прошу Господа использовать меня для развития церкви, чтобы его имя было великим в церкви и в нашей жизни Возлюбленные, если вы еще не стали нашим партнером, то помолитесь и спросите Господа о том, стоит ли вам стать им Божья любовь требует ответа Иными словами, любовь Божия призывает нас ответить Вот почему Иисус сказал «Если любите Меня, то соблюдете Мои заповеди» И когда я думаю об этом, то вспоминаю три сферы в своей жизни, в которых любовь Божия требует ответа Что я делаю со своим временем, со своими талантами и со своим сокровищем? Я всегда пытаюсь исследовать себя, понять, отдаю ли я себя Господу полностью и без остатка В конце этой передачи я хочу попросить вас Если Дух Святой питает вас через наше служение И вы ощущаете, что Он побуждает вас посеять финансовый дар Господу через нас сегодня Будьте послушны, ведь когда мы послушны, в нашем сердце открывается канал Для того, чтобы Дух Господень вошел в нас И не только Когда вы сеете через наше служение, вы сами становитесь каналом Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС Или же вы можете сделать это на нашем сайте В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537 На земле многие из нас верны Господу в финансах Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание» Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube Равин еврейский, верующий в Мессию Иисуса Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса» Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться» Чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода